Указом президента страны Владимира Владимировича Путина 2017 год объявлен в стране годом экологии. Очень важная и злободневная тема. И сегодня в нашей студии мы поговорим о том, как он будет реализовываться в нашей республике, что необходимо сделать в решении экологических вопросов и как будет помогать в этом общественность. Эта программа «Не пропусти главное». Добрый вечер в студии Иван Луцкан. Ну, наверное, мой первый вопрос будет представителем Министерства охраны природы. Год экологии, какой план мероприятий, что интересного ожидается? Добрый вечер. Согласно двух указов президента Российской Федерации Владимира Путина от 1 августа 2015 года и 5 января 2016 года объявлен в 2017 год годом экологии и годом особо охранения природных территорий. И согласно распоряжению главы Республики Саха-Якутия Егора Афанасьевича Борисова, был создан оргкомитет, председателем которого является первым заместителем Республики Саха-Якутия Алексеев Петрович Николаевич. И, соответственно, заинтересованностью всеми министерствами, организациями, оргкомитет проработал пола мероприятий, который был утвержден 19 ноября 2016 года распоряжением председателя правительства Республики Саха-Якутия, где предусмотрено 9 разделов и 53 мероприятия. В основном это усовершенство правовых норм, развитие особо охранения природных территорий, развитие биологических ресурсов, зданий Красной книги Республики Саха-Якутия и в основном направленное улучшение экологических ситуаций Республики Саха-Якутия. Ну и работа с местным самоуправлением, именно ими принятие планов мероприятий по проведению года экологии в особо охранения природных территорий. Сейчас, в данный момент, все муниципальные образования, это планы приняты. В некоторых районах были проведены прослушивания этих мероприятий по выделению финансовых средств из бюджетов муниципальных районов. И сейчас уже работа начата в этом направлении. Программа сейчас работает, работа начата. У нас есть еще и контрольно-надзорные органы, это Росприроднадзор. Да, контрольно-надзорные мероприятия, развитие это тоже предусмотрено. Надзорных мероприятий у нас, скажем, 5 в республике. Росприроднадзор, Министерство охраны природы, ветеринарная служба, санэпистанция и Ростехнадзор. Какие планы в Росприроднадзоре? У нас тоже, мы именно надзираем на территорию республики те федеральные планы, которые приняты правительством Российской Федерации. В 2017 году предусмотрено 7 таких мероприятий. Можно их перечислить. Это очистка металлолома от арктических зон республики. По Росовой компании там тоже ряд мероприятий. Два мероприятия – это реконструкция очистных сооружений, предусмотрено в городе Удачном на 15 тысяч кубов в сутки. И узел обратной заказчки в городе Мирном тоже предусмотрено в 2017 году. Сроки там июль и сентябрь. Также у нас мероприятие будет по рекламентизации лесных бизонов с горного района. Планируется, я знаю, бизона выпустить на волю. Это все мероприятия правительством республики Саха-Якутия заполнены. Но за нами остается надзор. Контроль этих мероприятий, выполнение этих мероприятий. То есть они включены именно в российский план. План основных мероприятий погоды и экологии, утвержденных правительством России. То есть мы, там еще мероприятия по, есть ликвидация куларского золотоизвлекательной фабрики. Это Усьянский район. То есть он данное участие, холостохранилище, оно уже как бы давно включено в план. Ну, в этом году уже начало будет. Есть финансирование уже. Ну, на три года запланировано. То есть надеемся, что с этого года уже начнется мероприятие по ликвидации этого. Ну вот мы как раз затронули, да, что вопросы надзорной деятельности. А вопросы профилактики какие-то вот есть со стороны контролирующих надзорных органов? Не только наказать, но еще и где-то превентивными. Конечно, конечно, есть такие мероприятия. В основном у нас надзорные фунты. В республике у нас, что, все практически недра, они относятся к федеральному, да, собственности. Водные объекты, лесные ресурсы, земельные ресурсы, это тоже все федеральные собственности. Соответственно, за ними осуществляется федеральный надзор. Но в отдельных категориях есть и полномочия по органам исполнительной власти, субъектов, ну, и республики, Министерство охраны природы. И в рамках надзорных мероприятий мы применяем методы профилактики. То есть это предупреждение, там, и законами это тоже предусмотрено. Ну, есть такие мероприятия, но в основном, если уже есть грубейшие нарушения, здесь уже меры административного действия, там, вплоть до уголовной ответственности. Ну, и расчет там вреда, если нанесен вред окружающей среде, и предъявление, взыскание этих ущербов, нанесенных окружающей среде. Вот одним как раз-таки из способов сохранения биоразнообразия флоры, фауны Якутии, это являются особо охраняемые природные территории. Вот в этой части будет ли какое-то расширение особо охраняемых природных территорий? Или со старыми какое-то дальнейшее действие будет? Ну, здесь тоже можно подметить, как раз вот по планам предусмотрены два заповедника у нас в республике, которые перейдут в федеральный статус. То есть, Ленские столбы, национальный парк будет, и природный заказник Новосибирские острова. По Новосибирскому островам можно сказать, что заключение экспертизы уже есть, положительное. В прошлом году мы в конце декабря провели, данный материал, проект рассмотрели, и в этом году Ленские столбы тоже на рассмотрение будет. То есть, с этого года они уже обретут федеральный статус. А в республике? Ну, у нас сейчас в республике более 200 особо охраняемых природных территорий. Из них республиканское значение 125 особо охраняемых природных территорий. Федеральные есть в том числе и остальные муниципальные образования. Сейчас общая сложность этой территории у нас 933 тысяч квадратных километров. И согласно посланию головы республики Сахар-Якутия, государства собрания, мы в 2017 году должны достичь 1 миллиона квадратных километров. Но это будет природный парк Амга, каталык и так далее. Это расширение будет. И у нас есть соответствующие направления в этом части работы идет. И в этом году мы должны достичь до 1 миллиона квадратных километров. Это будет самая большая территория, надеемся, что Российской Федерации. А вот что даст, допустим, переход Ленских столбов и заповедника Новосибирска в федеральный? Ну, в первую очередь, поменяется уже финансирование. Больше станет главным? Да, конечно, конечно. И уже статус уже другой будет. Соответственно, уже положительных моментов здесь однозначно больше. То есть и в плане финансирования, и статуса, и вообще туризм тоже самое. Но Ленский столбов мы знаем, он объект семирного наследия, ЮНЕСК, он признан в 2015 году. Соответственно, он уже должен обрести именно федеральный статус. Такие объекты должны подлежать федеральному значению. Вот вы затронули тему экотуризма, и, наверное, вопрос сейчас ко всем гостям в студии. Вот экотуризм сам по себе, он будет влиять на экологическую составляющую? Ведь туризм, он все-таки разный бывает. Ведь экологический, допустим, для меня, для простого обывателя, это понимание того, что пошел в поход с друзьями, где-то лесной тропой подышал свежим воздухом и так далее. Но в то же самое время никто не упоминает, что там можно и бросить, где-то насорить, где-то спичку, сжег лес и так далее. Вот экотуризм, он не повредит в данном случае в целом экологической составляющей? Или же все-таки мы уверены, что все будет нормально? Вот это вопрос к гостям. Давайте тогда я отвечу. По экотуризму, если вы так посмотрите, да? Все зависит от того, как подойдут данному делу именно организаторы экотуризма. Как вот, Иван, ты сказал, может кто-то выбросить, может кто-то просто прогуляться, да? Но если нет, не будет определенной инструкции, методики или что-нибудь такое, и определенного маршрута, да? И обязательно какие-то маршруты, и какие-то объекты, которые человек должен посмотреть или посетить, да? Вот, поэтому здесь надо сперва посмотреть в целом, что собой представляют эти объекты, и где это будет проходить, и что требуется именно от посетителя. Вот, поэтому мы можем сказать, будет влиять на экологию или на ворот, ну, на лучшую сторону или на худшую сторону. А так вот, например, возьмем Синский парк. Там в последнее время очень популярный, ну, скажем так, так скажем, экотуризм, да? Вот, ну, так называемый. Но там очень много, по идее, ну, деревьев, которые после пожара остались, там, сухостои, там, ну, много, да, с чего есть. И, по идее, никто этим, никто не убирает, никто этим не занимается, вот. Потом, по идее, там, где вот наши туристы ходят, нет определенных вот плакатов, баннеров о том, что это, там, ну, надо беречь экологию, надо что-то сделать, там, и так далее. Потом, мы же не знаем конкретно, как люди там рыбачат. По идее, там спортивная рыбалка, а может, не спортивная рыбалка, ну, и так далее. Вот. Мы, в основном, это видим по видеосъемкам или по фотосъемкам, которые нам представляются. И также и по другим объектам, по ботами, там, и так далее. Или вот по Булуз, например. Мы всегда говорим о том, что у нас есть хороший природный памятник, Булуз, всегда рассказываем. Но, когда мы сами видим и приходим, приходим иногда в ужасе от того, как содержатся вот эти наши объекты. И вот этот вопрос как раз организаторам вот этих турпоходов, там, и так далее. Поэтому здесь, вот, как общественная палата, там, и так далее, вот, то, что, наверное, в этом году у нас будет большая работа именно по мониторингу, именно вот таких экологических ситуаций, вот, и как раз по плану нашей деятельности. И вот общественная палата, и в этом году будет как раз усиление общественной экологической контроли, где не только мы будем контролировать, но и также и мониторить. И, наверное, в конце февраля мы начнем подготовку как раз вот первых наших вот этих, ну, пионеров или как инструкторов, инспекторов, скажем так. И основное это будет молодежь. Спасибо большое. Вот мы продолжим наш диалог буквально после рекламы. Реклама Итак, мы продолжаем наш диалог в студии. Вот как раз, Семен Леонидович, вы хотели добавить по поводу экотуризма. Да, по экологическому туризму. В Министерстве охраны природы есть развитие экологического туризма в природных парках по всей республике. У нас есть такие маршруты, как и пищи, и сплавы, и спортивная рыбалка и так далее. И по декоросам тоже у нас есть очень хорошие маршруты. И хотелось бы сказать, что природный парк Ленской столбы, Сиене, зоопарк Артодойду и по другим природным паркам у нас есть очень хорошие маршруты, где именно используют эти маршруты как раз не только наше население, но и в других регионах в Северо-Сирии приезжают. Кирилл Геннадьевич, а в Якутске есть такие маршруты? Ну, здесь, как уже было сказано, в основном развит, как вы поняли, туризм уже стационарный. Вот как уже Чурмуран, усадьба Атласова, Бугаева и так далее. Здесь он более такой. На территории ресурсного резервата, вы знаете, что у нас есть ресурсный резерват Кинкемен на территории города Якутска. Рядом там существует детский лагерь, в основном там трудные подростки проходят, бывает с ними обучение всевозможное и так далее. То есть в основном с детьми в летний период времени туристические тропы организуются и занимаются с ними непосредственно. Вот здесь в основном у нас такой туризм, да. А по крупным, как я уже сказал, здесь уже механизм, скажем так, отлашенный, да, по тем туристическим зонам, которые есть. Ну, вот как мои коллеги сказали, да, нет аншлагов там и так далее. Ну, это не совсем правильно, да. То есть Министерство охраны природы, парки, значит, это все выставляется, аншлаги, да. Ну, зачастую действительно менталитет народа такой, который перед тем, как выехать куда-то, можно открыть элементарно какую-то брошюру, да, залезть в интернет на сайт того же Министерства, где есть полностью прописана вся нормативная документация по всем ресурсным резерватам нашей республики. У каждого ресурсного резервата есть определенные зоны, да, зона абсолютного покоя, где почти запрещено все, вплоть до только научная деятельность разрешена, да. Есть туристические зоны, где разрешается действительно и хозяйствующие субъекты, да, разрешается и охота на территорию ресурсных резерватов, но сезонно, не постоянно, а в определенный период времени при получении определенного разрешения на нахождение, то есть граждане, соблюдая те все правила, когда они получают эти разрешения, они получают памятки элементарные, да, по соблюдению правил нахождения, соблюдению правил пожарной безопасности, техники безопасности и, значит, убирать за собой территорию, да. Но менталитет людей, конечно, нужно менять в более лучшую сторону, да, чтобы люди должны понять, что от природы нельзя брать, и брать нужно что-то ему отдавать. Элементарный мусор, который они оставляют после себя, нужно собрать в пакетик и увезти с собой в город, выбросить на свалку, и тогда никаких вопросов вообще не возникнет. А касаемо организации, как вы сказали, туристических вот этих туров и так далее, здесь, конечно, туроператоры, которые предоставляют эти услуги, они должны проводить более масштабную работу с теми людьми, с кого они вывозят, вплоть, начиная от инструктажей и так далее, соблюдения каких-то элементарных, да, поведения, которые они находятся там, вплоть до уборки и растений за ними, как за малыми детьми, если уж на то пошло. Знаете, вот мы затронули, да, вопросы экологии, да, в принципе, уже начали обсуждать, а вот у меня вопрос к научному сообществу, да, вот Яков Лизович, все-таки проблемы экологии-то они какие, с вашей точки зрения? Ну, мы сейчас, видимо, говорим все-таки не о проблемах экологии, а о проблемах охраны окружающей среды. Как я понимаю, вот сегодняшнее направление, надо, как сказать, беседы. Проблемы всегда есть. И, естественно, всегда есть проблемы, в частности, с охранением окружающей среды. Потому что человечество испытывает, казалось бы, противоречивые тренды. С одной стороны, мы все вот сейчас говорим, что территория Якутия очень активно развивается, да, и это правда. Это один тренд, да. Второе, естественно, чем активнее развитие, тем больше воздействие на окружающую среду. И действительно, в истории Якутии, с точки зрения охраны окружающей среды, сейчас момент, аналога которому не было. До сих пор территория Якутия такого, ну, будем говорить, масштабного освоения территории, какой наблюдается сейчас, не испытывала. И это накладывает на всех, особенно, конечно, на природоохранное ведомство, на общественность, да, республику, на природопользователя особая ответственность. Потому что, опять же, специфику климата, специфику экосистем нашей территории никто не отменял, став уже такой ходячим, что ли, лозунг о высокой ранимости территории севера. Это не просто слова, это действительно действительность. Для этого есть совершенно объективные основания научные, которые сейчас перечислять не буду, да. У нас такая передача в другом немножко плане, да. Поэтому проблемы есть, проблемы очень большие. И необходимо, чтобы мы все консолидировались вокруг этой программы. Вот вокруг этой проблемы. Вот сейчас, ну, многое действительно говорится про год экологии, да. Российский год экологии. У нас был свой год экологии, сейчас российский. В моем понятии, конечно, проблемы, которые назрели и назревают, и будут назревать, еще будет много, они в течение года экологии не решатся. А просто это повод для нас, что охрана окружающей среды требует очень серьезной и последовательной работы на всех уровнях. И законодательным, и исполнительным, и элементарный контроль, и экологическое просвещение населению. У нас есть телефонный звонок в нашей беседе, присоединяются телезрители. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, здравствуйте. Поздравляю вас с наступившимся с Новым годом. Спасибо. Это отрадно, что год начался с этой темой. Я с Хангаласского высота звоню. Вот насчет федеральной назначенности Ленских столбов. Там, может, тогда я буду иметь приоритет как местный житель, если она федеральная будет. Вот случай же был, как в Ленске с федералами, дорогу там не поделили. А приоритет в чем? Ну, выпустит, я льготы буду иметь? Такой вопрос, короткий. Льготы, вот, интересно, в чем? Ну, да. А, он, все, да, вот сейчас как раз мне подсказывают, да. У него земельный участок, да? Нет, нет, у него не земельный участок. Он ни разу не был на Ленских столбах, и будет ли у него льготы на посещение Ленских столбов? Ну, это, Ленские столбы у нас будут национальным парком. То есть, это не государственный природный заповедник. То есть, это национальный парк. То есть, и там правила посещения уже более упрощенные. То есть, здесь, конечно. То есть, бесплатно? Да, конечно. Можно, я немножко внесу ясность. Тут неправильно понимаешь, что если природный парк что пускать не будут? Нет. Та деятельность, которая, это природный парк, вот, совершенно правильно сказали, который и вел Ленские столбы по привлечению туристов и так далее, она будет продолжаться, даже, думаю, будет расширяться со временем, да? То есть, конечно, как раньше могли жители съездить. И, естественно, жители Якутии в первую, ну, ему проще, по крайней мере, съездить, чем кому-то. В этом году посетил я природный парк около 20 тысяч человек. И в сайте и так далее, в самом природном парке Ленские столбы, Министерстве охраны природы, правила посещения тоже отражены. И рекламные тоже есть. В газетах, в журналах тоже выпускаем. И посещение, она свободна. Поэтому вот те, которые переезжают посмотреть, посетить природный парк Ленские столбы, заодно еще смотрят бизонарий, где у нас содержится более 30 голов бизонов, часть, которая находится в горном лусе. В основном у нас 159 голов бизонов, которые мы сейчас содержим. И в последующем, будущем мы должны выпустить свободный выпуск. Вот Сатьяков Лензич затронул весьма интересный вопрос. Это ответственное недропользование. Вот как раз-таки тех компаний, которые осваивают сейчас Якутию, о чем и говорил Егор Афанасьевич Борисов постоянно, он дает соответствующие поручения ведомствам. Это работать с недропользователями, чтобы минимизировать тот эффект отрицательный, который идет на окружающую среду. Здесь вопрос, наверное, Анатолий Теоргиевич, к вам тоже. В части недропользователей, законодательная база у нас подготовлена хорошо в этом плане? Или же все-таки есть какие-то пробелы, которые ЛТМ сейчас устраняет? Ну, добрый вечер всех телезрителей. Поздравляю с наступившим 2017 годом. Действительно, год по России объявлен годом экологии. Ну, у нас по республике несколько лет назад уже был год экологии. И вот Государственное собрание Илтумен на последнем пленарном заседании осенней сессии 16-го года, 20-го декабря, мы приняли экологическую доктрину республики Саха-Якутия. И, конечно, основные цели и принципы экологической доктрины – это, прежде всего, конечно, соблюдение экологической безопасности для устойчивого социально-экономического развития республики. Ну и, конечно, важнейшие принципы – это, прежде всего, конечно, должна быть нормальная, хорошая нормативная база на основе… Конечно, мы, прежде всего, руководствуемся Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, но и, конечно, законами нашей республики и Конституции. Но я скажу, конечно, у нас, прежде всего, федеральные законы не совсем совершенны, чтобы именно на местах эффективно заниматься, значит, вопросами охраны окружающей среды. Тот же закон о недрах, там огромные права даны, значит, природопользователям. А то, что региональным властям, ну, совсем минимальные права, ну и мы говорим, развиваем местное самоуправление, все это в разрезе районов, улусов и так далее, природопользователи работают. А на самом деле, значит, местное самоуправление, муниципальные власти фактически никакими правами не наделены федеральным законодательством. Поэтому, конечно, вот Государственное собрание Илтумен, значит, работает над этими вопросами. Но, конечно, очень сложно пробить эти вопросы на уровне, значит, правительства Российской Федерации, особенно они, Ормазом. Ну и, конечно, очень большая волокита, чтобы какой-то закон на федеральном уровне был принят. Ну, конечно, мы продолжим эту работу. Спасибо. Итак, мы продолжаем наш диалог, и сразу же к нам присоединяется телезритель. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела задать вопрос. Первое, по землям, по дальневосточным гектарам, которые будут выданы людям, частную собственность. Экологию каким образом, кто будет проверять. Второе, по озерам, которые выданы на 25 лет в аренду, как будут местные люди пользоваться, и экологию кто будет проверять тоже, контролировать. Спасибо большое за вопрос. Важная тема. Пожалуйста, коллеги. Кто? Анатолий Анатольевич Милович. Давайте, наверное, отвечу, да? Или Роспорта-надзор, да. Ну, надзор, если будут определены собственники, будет осуществляться в любом случае знамя. Земельный надзор – это государственный земельный надзор. То есть, за всеми землями, за исключением земель сельхозназначения, осуществляется Роспорта-надзор. И в частности водных объектов, вот именно по озерам, да, надо понимать, вот, озера у нас все в федеральной собственности. В республике, насколько я знаю, нету то, что в частной собственности и муниципальной, и так далее, вот, все они в федеральной собственности. То, что вот они берут в аренду, они берут в аренду именно на, именно рыбы, то есть водные биологические ресурсы. Не само озеро, они берут именно вот на… Что в озере? Да, да, что в озере, да. То есть, у нас, к сожалению, вот население, вот, в основном деревнях, вот, они не понимают. Озера никак не могут, они перейти вот в частные руки. Они являются федеральной собственностью. Ну, вот тут сразу же вопрос, да, возникает. А заявительный ли порядок нужен для проверки? Или же вы в плановом порядке приходите проверить? Да, ну, здесь есть закон, вот, 294-й федеральный закон. Здесь именно должна быть и обращение от гражданина, там, жалоба. Ну, это, опять же, там, по порядку закона через все идет через прокуратуру. Там, санкция прокуратуру нужна. Ну, порядок есть, если есть обращение, то мы уже организовываем там, рейдовые мероприятия или обращаемся в прокуратуру. То есть, они нам дали разрешение, чтобы проверить, ну, факт, изложенный в обращении. То есть, есть в законном определенный порядок, то есть, здесь, как бы, особых таких проблем нет. То есть, а если в части озер, кстати, тут тоже можно, если берут люди в аренду, есть вводный кодекс. То есть, вводным кодексом, там, статья 11, есть порядок, то есть, здесь именно, в основном, юридические лица. То есть, индивидуальные предприниматели, юридические лица имеют право, вот, в соответствии с договором водопользования, на использование, вот, водной акватории, там, на забор воды и так далее, там, в других целях. Ну, прописанных, да, водный, да, и водозабор, прописанных в законе. Я добавлю. Ага, пожалуйста. На счет, по данным сушным гектарам, собственности земельных участков, особо охраняемая природная территория не подпадает. Есть ограничения, значит, получается, что одна третья площадь республики Саха-Якутия, как раз, вот, выведена. Да, выведена. В других категориях земель тоже есть ограничения. Это все через муниципальное образование и через наши муниципальные отношения, это все отражено в интернетах, в этом-то есть, в сетях, заявительного характера. А насчет озер по выделению в аренду водных ресурсов, оно только выделяется индивидуальным предпринимателем. Сперва до одного года, если он выполняет, согласно договору, все требования, которые там отражены, то оно продлевается на 25 лет. И по инициативе депутатов Государственного собрания, в особенности Владимира Михайловича Прокопьева, был принят закон Республики Саха-Якутия. Она как раз действует с 1 января 2017 года. Это развитие Института общественных экологических инспекторов, законного общественных экологических инспекторов. И как раз вот те, которые получили в аренду водных ресурсов, индивидуальные предпринимательные, среди них есть и общественные экологические инспекторы. И в этом направлении у нас уже ведется работа. Сейчас по всем территориям Республики Саха-Якутия по районам есть у нас общественные инспекторы, более 200 общественников. Самое большое количество в Тампонском улозе. 29 общественных инспекторов, которые уже прошли семинары, обучение и в своей деятельности сейчас работают. Вот как раз затронули немного надзорную деятельность, да, и вот в части, опять же, возвращаясь к недропользователям. Вот если сравнить, да, 15-16 год, стало ли больше нарушений со стороны недропользователей и проведения плановых проверок, и вне плановых, или же все-таки наблюдается тенденция к тому, что более ответственное отношение появилось, меньше нарушений законодательства? Ну, тут мы, можно сказать, сравнение, возьмем, допустим, 5 лет, да, в течение 5 лет. Все-таки немножко наблюдается уменьшение, тенденция уменьшения в сторону выявлений нарушений. То есть недропользователи более-менее уже, как бы, относятся уже к исполнению требований законодательства уже грамотным, как бы, да, уже требованиям они исполняют. А если вот взять город и в целом республику, ну, в республике как сейчас? Меньше стало или больше? Нет, по сравнению с 2015-16 годами у нас плановая проверка согласно, по согласованию прокуратуры Республики Сахар-Якутия, около 600 плановых проверок. А в неплановых проверках, конечно, идет увеличение. В прошлом году было 4300 у нас в неплановых проверок. Ну, в 2017 году мы надеемся, что в связи с участием общественности, привлечением их внимания экологическим вопросом, обвлечением в неплановых проверок, да, увеличится. А граждане у нас стали более осознать? Так, ну, мы, в частности, как было сказано в этом году, у нас количество надзорных мероприятий увеличилось по сравнению с прошлым годом. И количество административных штрафов, оно осталось на прежнем уровне, да, но количество штрафов суммарно выросло. Это выражено тем, что подходят более качественные проверки, да, доскональные по всем направлениям работы с проверяемыми субъектами. Как было сказано, что на данный момент правительством Российской Федерации, значит, малому и среднему бизнесу даны каникулы, да, проверки их осуществляются только в рамках 294-го закона по согласованию с прокуратурой, либо в результате каких-то определенных чрезвычайных ситуаций, да, которые, если могут произойти на них, оказывающие какие-то техногенные и так далее, да. То сейчас, конечно, больше осуществлялось проверки физических лиц, да. Упор делается акцент на проверке физических лиц и работа, значит, по выданным ранее предписаниям и приведении их в соответствие с нормами закона. Ну, вот, в частности, большая работа проводилась в этом году по водным объектам, да, по озерам, самовольные занятия, водоохранных зон и так далее. То есть в этом году работа эта продолжится, в частности, и по физическим лицам, да. У нас, значит, они являются одними из, скажем так, нарушителей, да, водоохранного законодательства, начиная от отсыпок территории, захламления прилегающих территорий, да, участков и так далее, захват водоохранных зон, ну, там целый букет, да, нарушений, которые можно перечислять. И вот, как раз, одним из направлений работы, которые проводят сейчас, в частности, Якутский комитет и инспекции, да, по территории республики, это, конечно же, экологическое просвещение населения, да. И вопросы, значит, профилактики, конечно, профилактики с природопользователями по недопущению тех нарушений, которые могут быть в будущем. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, 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 слушаем. Значит, у меня вопрос такой, конкретно, значит, я из города Якутский, Ефимов, Вишопов. Вот, в течение последних лет гражданам давали аренду, давали охоту годия, там, на 49 лет. Вот, у меня интересный вопрос, почему именно на 49 лет, почему не на 20, или почему не на 50, а именно на 49 лет? Это обоснованное, вот, в чем обоснованность вот именно вот этих лет-то? Вот такой вопрос, спасибо. Спасибо. Граждан города Якутска. Это гражданин. Ну, земельные участки, в частности, на территории города Якутска у нас, получается, 4 природопользователя, да, это Якутское городское общество охотников и рыболов имени Сантаева, Атласова, значит, Туймада-Невть, значит, Макарова, значит. Ну, в свое время, значит, участки эти охотничьи выдавала, тогда еще структура была департамент охотничьего хозяйства, да. И я сейчас не могу сказать, но есть нормативный правоакт, который действительно устанавливает срок вот именно этого, именно на 49 лет. То есть, они за этот период времени при проведении конкурсов должны были определенные условия создать, да, на территории построить там избушки, установить какие-то охотничьи тропы и так далее и тому подобное. То есть, надзор за ними постоянный сейчас осуществляется, да, как также, как было сказано, они являются юридическими лицами, значит, согласно плану проверок они проверяются, выявляются, если нарушения какие-то, которые они допускаются, привлекаются также к административной ответственности, да, а если вообще какие-то серьезные, то могут и вплоть до лишения их действительно. Ну, видимо, я понимаю беспокойство человека, возможно, он думает, что можно было бы дать там на 10, на 15 лет, да, а потом, возможно, передать кому-то другому. А так, получается, 49 лет и одни только и те же пользователи. Ну, в то время законодательство позволяло так, поэтому и выделялись данные земельные участки. Сейчас, конечно, данный процесс прекращен, потому что там приходится проводить целое научное обоснование, по-моему, да, для того, чтобы осуществить, да, обохот устройства. И поэтому на данный момент пока выделения нет таких. Ну, охота устройства как раз было проведено 35 лет на 12 районах, сейчас у нас остается еще 36, 24 у нас остается. В связи с годами экологии тоже выделены финансовые средства, где будет проведено тоже несколько районов. При окончании охота устройства по всей республике, тогда как раз в порядочном вот это охотничество хозяйство будет идти. И, конечно, вот те, которые охот хозяйство имеет, они уже будут платить соответствующую ренту бюджета республики. Спасибо. Вот мне хотелось бы как раз к нашим общественникам перейти, но у нас буквально через полминуты реклама. Ну, наверное, я вопрос озвучу, по крайней мере, чтобы было во время рекламы подумать. Общественники – это большая сила, которая вот, вы говорили об общественных инспекторах, да, говорили сейчас о контроле за недропользователями. Вот что не хватает сейчас общественникам или, наоборот, хватает, чтобы проводить тот же самый эко-мониторинг, да, или им нужно дополнительное обучение, или, может быть, необходимо подготовить общественника каким-то образом, может быть, вот в части эко-просвещения. Вот на этот вопрос хотелось бы получить ответ сразу после рекламы. Оставайтесь вместе с нами, это не пропусти главное. Мы продолжаем наш диалог, посвященный Году экологии в Российской Федерации и у нас в Республике Саха-Якутия. Аким, как бы ответил на вопрос, который был задан до рекламы? Так, ну, во-первых, уважаемых коллег и дорогих телезрителей поздравляю с наступающим Новым годом, годом экологии, годом особо охраняемых территорий. Ну, про фонд. Экологический фонд Республики Сахаде был создан на распоряжении Головой Республики, Егора Фанасьевича Борисова, в конце 2014 года. Ну, начал свою деятельность с осени 2015 года. Ну, и, конечно же, за год с небольшим сделано немало. Так, мы заключаем соглашение со всеми муниципальными районами в области охраны окружающей среды. Заключили соглашение о сотрудничестве с компаниями, как Алроса, Газпром, Довыща, Ноябрьск, Иркутская нефтяная компания и далее. Также мы сотрудничаем с научными и исследовательскими институтами, со всеми здесь, в городе, также в других субъектах. Так, ну, фонд экологический, да, это первый и единственный фонд пока на территории Российской Федерации. Другие регионы, за нами селедят, как же вот пионеры, якуты будут вести себя, как будут работать. Так, и на сегодняшний день мы разработали 11 проектов на полтора миллиарда рублей. Ну, сегодняшняя проблема номер один, у нас статус как-то неопределен. Мы считаем, нужен закон в опекологическом фонде, нормативно-правовые базы на уровне правительства. И вот обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, представители органов государственной власти, поддержите нас в этом вопросе, нужна нормативная база, чтобы реально хорошо работать. Вот первая проблема, НПА. Петр, у вас какая проблема, как у общественников? Вот, слушайся, недропользователи есть на территории республики. Мы никак не воздействуем на них без правовой базы. Ну, вот, продолжая Акима и тех, у которых уже выступали, да, вот, насчет недропользователей, я еще в прошлом году участвовал в радиопередаче, как раз по вопросам, по правовому просвещению экологии, да, там было. И как раз мы затронем вопрос, то, что на сегодня не хватает, как раз отсутствует, ну, население и вообще наших глав поселений, ну, и вообще среди муниципальных работников, вот, как раз знание вот по нормативно-правовых баз, по экологии, по охране окружающей среде, можно сказать, да, вот. И в какой-то части мы иногда некоторые моменты путаем, вот. И здесь как раз, конечно, должна идти просветительская и рассветительная работа среди населения. А потом должны быть определенные четкие какие-то экологические акции. И я надеюсь, что все-таки вот экологический фонд возьмется за какие-то экологические акции, да, по привлечению финансирования. И тогда вот вопрос, то, что недропользователи не помогают или не поддерживают, конечно, возможно, тогда они будут поддерживать как раз экологический фонд. Вот, вот. И в-третьих, это у нас сегодня есть хорошая практика при экологическом общественном совете Министерства охраны и природы. Это рассмотрение, ну, природоохранной деятельности недропользователей, да, которую хорошо себя показало. И надеюсь, что, несмотря на это, то, что 2017 год объявлен годом экологии, охраны окружающей среды, это и последующий, он дальше и будет продолжаться. И также Министерство охраны и природы уже, ну, с прошлого года начало проводить коллегию, заседание по крупным направлениям недропользования. И эта практика будет продолжаться, и такие практики себя показывают. Но главная задача, чтобы это население знало и понимало все это. И как раз вот наши... По поводу знало население, да, вот, Михаил Михайлович, вот чтобы население знало, вот кафедра экологии, допустим, иен, может в этом плане помочь или нет? Ну, на самом деле, мы, конечно, в какой-то мере за 25 лет мы сформировали большую часть специалистов в производственной системе. Здесь тоже сидят выпускники в нашей кафедре. И надо сказать, что в республике, если так разобраться, все познается в сравнении. На самом деле, республика у нас еще пока достаточно экологически чистая. В этом плане, конечно, обольщаться не стоит, потому что у нас есть определенные экологически напряженные территории. Это существует. Но таких экологически загрязненных территорий в российском масштабе на нашей территории нет. То есть вот, ну, это, я считаю, во многом благодаря тому, что и образовательный процесс у нас неплохо поставлен в целом, и просветительская работа. Вот даже у нас республиканские акции «Природа и мы», которые проводит наше правительство в республике Сахай-Куте. Ну, конечно, основной оператор – это Министерство охраны природы, но общественность довольно активно задействует. Это вообще лучшее мероприятие в Российской Федерации. Вот если так посмотреть, наш, это субъект Российской Федерации. И надо сказать спасибо большое телезрителям, что они, по сути, во многом определяют такое отношение у нас в республике. Мы не хотим оказаться в состоянии, например, я вот аспирантуру, докторантуру в Башкире проходил, ну, когда приезжаешь в Уфу, определенные участки в автобусе, там даже опасно воздухом дышать. То есть, по крайней мере, ничего приятного там не ощущается. В этом плане, конечно, у нас неплохо. Но, конечно, подготовку кадров и просветительскую работу надо вечно продолжать. Потому что наша республика в действительности должна оставаться экологически чистым регионом. Это, по сути, через определенное время будет нашим огромным конкурентным преимуществом перед другими регионами. И в какой-то мере чистый воздух относительно и вода, которая у нас, конечно, в принципе, она ухудшается. Это потому что, вот правильно сказал Яков Федорович, что у нас нагрузка все равно на наш регион возрастает. Но у нас создана нормативная база, система органов исполнительной власти и плюс просвещение с образованием, которая старается максимально создать систему, что граждане нашей республики понимали, что все в какой-то мере контролируется. Но надо понимать, что плохо не там, где не убирается, а там, где не ссорят. Если так перефразировать, то во многом, в ряде случаев, надо посмотреть себя. Вот мы провели такой опрос в рамках Якутской комплексной экспедиции, которая сейчас по инициативе Егора Афанасьевича проводится. Много направлений, в том числе по вопросу такой личной экологической безопасности горожан города Якутска по округам. И там ощущается, что в целом люди готовы вопросы экологии содействовать. Даже в определенный процент люди были готовы даже маленькую лепту внести, чтобы состояние экологии улучшилось. И очень часто жители путают вопросы проблемы ЖКХ, качества благоустройства, вопросами экологии. Очень много есть вещей, по которым говорят, что вот пыльно, грязно и так далее, это экология. Хотя, на самом деле, порой очень часто это просто коммунальная служба вовремя, что-то не сработало. В этом плане просвещение, конечно, это огромный пласт. И надо сказать, что вот Министерство охраны природы и с акциями, которые именно проводят, и с той работой, оно в российском масштабе смотрится неплохо. Вы знаете, я хотел бы тут затронуть один вопрос, как раз возвращаясь к общественникам, да, и в просвещении. Вот у нас есть ряд общественных организаций экологических, которые явно, допустим, направлены только категорически против каких-то проектов, не учитывая экологические проекты, не учитывая их обоснованность. Да, вот мы против этого, и все. А вот, допустим, есть организации, которые вполне независимо скажут, да, вот мы посмотрели, проект нормальный, или вот мы посмотрели, нет, это действительно сюда не подойдет, которые ни с кем не ангажированы, которые искренне душой... Ну вот, Иван, ты как раз самую болезненную точку нашу затронул, да, для наших вот экологов-общественников, и как раз здесь большая надежда как раз министерства, которое ты представляешь, и которое выделяет гранты, и как раз в связи с тем, что этот год у нас год экологии, и нам хотелось бы вот общественникам все-таки по экологии направления, именно по грантовой, да, какое-то определенное направление иметь, и уже четкую позицию именно по социальным проектам, вот именно. Ну и самая главная, на сегодня, к сожалению, общественные экологические, ну, организации зарегистрированных, их на сегодня, ну, очень мало на территории Якутии. Есть просто общественные, ну, на общественных началах просто, не зарегистрированные движения, да, движения, их очень много у нас, а вот именно зарегистрированных их очень мало, вот. И как раз вот большие вот недопонимания, и вот то, что вот, ну, по WhatsApp, и так далее, это как раз создает именно вот экологическое движение, которое... У вас вот буквально минута... Да, хорошо, совсем мало времени. Я бы что хотел сказать. Это правильно, во-первых, охрана окружающей среды, охрана, да, природы, проще говоря, невозможна без привлечения общественности. Но вот вы говорите про экспертизу. Есть такое понятие общественная экологическая экспертиза. Она в законе все очень четко прописана. И, в принципе, ее можно по любому проекту провести, понимаете? Это право граждан Российской Федерации, это Российской Федерации закон. Но нужно понимать, что вот охрана окружающей среды, это все-таки специальность, понимаете? Это люди, которые должны обладать определенными знаниями. Знания законодательства, понимаете? Что все, мы должны все действовать в пределах какого-то законодательства, в которых совершенно правильно было сказано, к сожалению, я полностью поддерживаю. Очень-очень в плане, в частности, охраны окружающей среды, несовершенны, к сожалению, до сих пор. И вот ситуация в Якутии, еще раз возвращаясь к своему тезису, в связи с очень активным освоением территории, она вот как раз говорит, что нужно как-то нам активизировать свою позицию по закрытию этих белых дыр в законодательстве. Спасибо, Яковлевич. У нас время передачи подходит к концу. И позвольте мне, наверное, подытожить. Услышав все высказанное мнение, наверное, здесь важно, в первую очередь, консолидация власти и общества, и научного сообщества. Это их подготовки нормативно-правовой базы, которая бы соответствовала современным реалиям. Это и подключение общественности к общественно-экологической экспертизе, к реализации тех проектов. Но все равно, опять же, учитывая там, где не мусорят, да, что важно, это все зависит от нас. Так что берегите родную природу и с годом экологии. Надеюсь, что станет все чище и станет экологично. Спасибо. Всего вам самого доброго.